Привет, друзья! Вот мне какой подарок прислали. Да, но имя скажу, как только получу разрешение. Я написал записку, а можно ли я озвучу, кто мне прислал подарок? Шикарный! Просто самыми своими руками сделанный. Вот что такое творчество. И потом расскажу, что там внутри. А теперь я хочу сказать вам следующее. Вот есть такие известные имена, Карвасарский. Вот есть такие известные имена, как Мухаммед. Вот есть такие известные имена, как Будда. Вот есть такие известные имена, ну, самые разные известные имена. И вот иногда мне пишут там в комментах странные вещи. Например, я там писал о том, что давайте создавать науку человечности, и что мы это как раз таки сейчас и продолжаем делать. Выделяю там человеческие качества. Способность любить, способность созидать, способность управлять своим состоянием, способность самосовершенствоваться. Это у человека есть. И возможность выбора у человека есть, что отличает человека от животных. И мы создаем науку человечности все вместе. И вдруг мне там пишут коммент. А что вы там вот про каких-то известных людей пишете, и вот так вот какую-то критику на них? Во-первых, я не критику наставляю. Я говорю конструктивно. Что они сделали, где они, по моему мнению, как специалиста, они недоработали, потому что жили в свое время. Сейчас другое время. Больше было возможности осмыслить, проверить. Говорю, кто я такой. Не хочу повторяться постоянно. Смотрите под роликом в Ютубе, канале Хаса Ильев Метод Ключева. На чем метод ключ построен? И почему он самый лучший метод в мире, самый простой и эффективный для саморегуляции? Там посмотрите, чем я занимался. Чтобы я не повторялся постоянно. Потому что кто-то там написал мне в комменте, что вы все время о себе, что вы все время о себе. Ёлки-палки. Ну, люди-то разные, понимаете. Вот есть человек, который что-то сделал сам. Что-то сделал сам. А есть человек, который сам ничего не сделал. Берет какие-то чужие тексты и начинает со мной там спорить. Ну, смешно немножко, правда? Ну да, очень смешно. Друзья, давайте развивать в себе человечность. Супереживательность, чувство бесценности живого. Ценить, ценить создаваемую нами вместе науку человечности. Потому что не надо приватизировать религии себе. Не надо Бога приватизировать. Там мне никто написал такое. А вы сами кто по вере, расскажите. Или если вы атеист, то зачем вам об этом говорить? То есть он себя с Мухаммедом перепутал. Но не надо делать чужие вещи себе присваивать. Подумайте об этом. Делайте сами что-то. Делайте своими руками, своим умом. Своим умом. Это же важно. Чтобы вы созидали. А не только пользовались, да еще и ругались. Ну вот религии, например. Всех переругали между собой. Вот он мне там пишет. Самое лучшее из религии, это самое правильное, это ислам. Ну тебе ислам, а ему христианство, а тебе иудаизм. Кто где, кто в чем. Кому что подходит, он то есть выбирает или его воспитали так. Но не приватизируйте себе Бога. Ведь сказано, что Бог един. Ну сказано, вы смотрели фильм «Дождь Мисреля»? Как великий художник Мисрель. Это художественный фильм, очень хороший. И когда он умер, была его последняя картина. Им нарисованная. Там был этот подсвечник, все семьи свечей. И там было написано. В нем ли Израиль? Бог есть единый. Да, да, да. Приватизировать себе не надо. Мы же науку человечности создаем, единую для всех. Независимо от того, кто в какой религии, кто в какой национальности, кто в какой культуре, кто где живет. Единый язык. Потому что религии, они между собой всех перессорили. И он вот, человек, который мне написал этот коммент, умнейший, наверное, человек, может быть. Но он написал такой коммент, который сразу конфликт вызывает. А мы же против этого. Мы же для того, чтобы человеки были человеками, а не сёрились между собой. И пишите, пожалуйста, свои достижения. Свои слова. Я там говорил о Карвасарском, я говорил о другом, ещё известном гипнотизёре, или о Шульце, который тренинг создал, или о Фрейде, который психоанализ создал. Я вам говорил, в чём суть психоанализа. Это поточное высказывание, когда между словами нет перерывов, а не в анализе. Просто когда человек, нащупаешь его больную точку, он говорит, 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 высказывает, высказывает, высказывает. Как говорил Дэл Карнеги, как завоевывать друзей и так далее. Как выступать, чтобы ваша речь была такая, как будто бы из бочки вытащили затычку. Я же определил, что психоанализ основан не на анализе, а на выговаривании по-точному. Поэтому психоанализ в Америке нашёл себе почву. А у нас в России не психоанализ. Сейчас тут женщина, когда выговаривается на плече у подружки, она тоже освобождается. И на этом разгрузка построена. Очень много интересных вещей. Поэтому мне комменты пишите. Конструктивные. Конструктивные. Которые помогают нам, как людям, объединяться. Вместе создавать. Да. Не надо себе приватизировать чужие вещи. Давайте изучать эти вещи. И ислам изучать, пожалуйста. 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 И иудаизм, пожалуйста. Я же изучаю все религии. И я выделяю главное, что основоположники всех религий говорили одно и то же. Одно и то же говорили. Что человек должен быть человеком. Для этого религия. Будь хорошим человеком. Вот и вся твоя религия. Друзья, до встречи.